приветствую это роман автор канала злой космос надеюсь у вас все хорошо и вы можете просто отдохнуть и получить немного знания о науке уже в этом новом 2026 году и так спешу с вами поделиться очередным обновлением по комете 3 атлас в том числе разобраться о таинственных сигналах обнаруженных у объекта как мы знаем объект официально прошел точку наибольшего сближения землей и благополучно удаляется от зловещей планеты за это время сразу несколько телескопов успели получить новые изображения и раскрыть еще немного детали об этом довольно необычном объекте существует даже наглядная подборка из шести снимков сделанных разными обсерваториями где одна и та же комета выглядит совершенно по-разному в разных диапазонах излучения и к сожалению несмотря на яркий зеленый цвет никаких зеленых человечков в ее составе не обнаружено по крайней мере живыми концу 2025 года всего за шесть месяцев наблюдений этот объект уже дал огромное количество данных которые заметно изменили наше представление о том какими бывают межзвездные кометы и как вообще работает химия за пределами солнечной системы при этом даже в момент максимального сближения комета находилась довольно далеко примерно в 270 миллионов километров от земли то есть почти вдвое дальше чем расстояние от земли до солнца тем не менее этого оказалось достаточно чтобы многие телескопы смогли получить качественные наблюдения одни из самых интересных изображений были получены телескопом джемини норд и опубликованы всего несколько дней назад особенно наглядно выглядят сравнение снимков до и после сделанных тем же самым инструментом оно демонстрирует резкое изменение цвета кометы когда объект впервые обнаружили в июле он имел слегка красноватый оттенок считается что это связано с наличием так называемых талинов сложных органических соединений которые встречаются и у многих других тел солнечной системы и именно они например придают плутону характерный красноватый цвет эти вещества формируются когда органические соединения долгое время подвергаются воздействию космических лучей или ультрафиолетового излучения однако после того как комета вышла из-за солнца в конце ноября новые снимки с того же телескопа показали что теперь она стала заметно зеленее и приобрела устойчивое зеленое свечение указывающая на иной химический состав обычно такой цвет связан с двух атомным углеродом c2 молекулами углерода связанными между собой по мере того как солнечное тепло проникает внутрь кометы эти молекулы высвобождается возбуждается солнечным излучением и начинает излучать свет в зеленой части спектра важно понимать что само по себе это не является чем-то необычным практически все кометы демонстрируют зеленое свечение просто с межзвездном это происходит довольно редко необычно здесь то что у 3i атлас этот процесс начался значительно позже чем у типичных комет солнечной системы которые формируют зеленую кому гораздо раньше это указывает на то что поверхность кометы была устроена иначе мы уже обсуждали возможные причины в предыдущих видео но в целом считается что поверхность покрыта очень толстой коркой сформированной за миллиарды лет пребывания в межзвездном пространстве и длинного воздействия мощного космического излучения во время путешествия по млечному пути в результате это межзвездная комета реагирует на нагрев иначе чем объекты которым мы привыкли это не что-то радикальное новое но все же заметно отличается от привычного поведения кроме того появились снимки с рентгеновского телескопа xmm ньютон это одни из самых научно значимых наблюдений месяца когда телескоп непрерывно следил за кометы в течение 20 часов в результате было обнаружено рентгеновское свечение возникающая при взаимодействии выбрасываемого кометой газа солнечным ветром потоком заряженных частиц от солнца когда молекулы газа сталкиваются с этим потоком возникает рентгеновская флуоресценция особенность этих наблюдений в том что рентгеновский диапазон крайне чувствителен таким газом как молекулярный водород и азот который почти полностью невидимый для оптических телескопов вроде хаббла фактически мы впервые напрямую видим скрытые компоненты которые иначе остались бы незамеченными эти данные помогут нам в ближайшие месяцы определить какие элементы и в каких количествах присутствуют внутри кометы без рентгеновских наблюдений водород и азот скорее всего остались бы недоступными при этом хаббл тоже внес свой вклад на своих последних снимках комета выглядит немного ярче и крупнее чем раньше отдельного внимания заслуживает исследование трех европейских исследователей согласно которому поведение кометы напоминает типичный транснептуновый объект и указывает на процессы криовалканизма наблюдение показывает что при нагреве значительное количество твердого углекислого газа то есть сухого льда переходит сразу из твердого состояния в газообразно причем вероятно внутри ядра это запускает процессы при котором внутри кометы начинает циркулировать окисляющие жидкости вступающие в реакцию с зернами железа и никеля таким образом возникает целая цепочка химических реакций объясняющих многие наблюдения последних месяцев внутренняя коррозия приводит к энергетически насыщенным реакциям который выбрасывает в космос струи газа и пыли и могут вызывать негравитационное ускорение слегка изменяющие орбиту кометы подобные процессы хорошо известны в солнечной системе и мы уже обсуждали их на примере одного из самых известных криовулканов все эти данные указывают на исключительно богатый углеродом химический состав 3i атлас комета выбрасывает метанол и цианистый водород в количествах значительно превышающих показателей любых известных комет солнечной системы метанол особенно важен поскольку считается одним из строительных блоков доклеточной химии существовавший на ранней земле именно такие вещества сыграли ключевую роль в комплексе зарождения адекватной жизни поэтому обнаружение этих компонентов у гостя из другой звездной системы говорит о том что базовые ингредиенты для жизни широко распространены по всей галактике кроме того появились изображения с космических миссий которые изначально направлялись к другим планетам но по сути использовали свои камеры чтобы взглянуть на комету с необычного ракурса первое такое изображение было получено аппаратом джуз миссии по исследованию ледяных спутников юпитера благодаря относительно близкому расстоянию удалось зафиксировать яркую и активную кому а также признаки плазменного хвоста и более слабого пылевого хвоста плазменный хвост состоит из ионизированного газа и всегда направлен от солнца тогда как полевой хвост образован твердыми частицами и может быть ориентирован иначе оба хвоста формируются по мере нагрева кометы солнечным излучением но физически они совершенно разные противоположной стороны комету наблюдала миссия европа клипер в ультрафиолетовом диапазоне удалось увидеть ядро кому и полевой хвост солнечной стороны а также зафиксировать присутствие кислорода и водорода несмотря на плотную газовую оболочку подробный анализ этих данных ожидается уже феврале или марте и я об этом обязательно расскажу но уже сейчас доступны несколько изображений также новые данные опубликованные совсем недавно позволило оценить массу кометы 3i атлас анализируя ее ускорение вызванное выбросами газа по приблизительным расчетам масса составляет около 44 миллионов тонн это указывает на преобладание углекислого газа в составе и на сравнительно небольшой размер ядра чуть более 700 метров в диаметре что резко контрастирует с ранее предполагаемыми размерами порядка пяти километров для сравнения хорошо изученная комета черюмова герасименко исследованная миссия розетта имеет вытянутое двудольное ядро эквивалентному диаметру около четырех километров таким образом линейные размеры черюмова герасименко превышает размеры 3i атлас примерно в 5-6 раз объем почти в 150-200 раз учитывая кубическую зависимость от размера масса черюмова герасименко оценивается примерно в 10 миллиардов тонн то есть она тяжелее 3i атлас более чем в 200 раз это означает что 3i атлас относится к числу крайне малых кометных ядер сопоставимых скорее с крупными фрагментами комет чем с классическими ядрами солнечной системы несмотря на это объект демонстрирует заметную негравитационную реакцию что указывает на исключительно эффективное газовыделение для столь малой массы в ходе того же исследования был обнаружен слабый высокоширотный струйный выброс колебания которого позволило определить период вращения ядра это первый случай когда таким способом удалось определить ось вращение межзвездной кометы без прямого наблюдения ее ядра более того данные указывают на то что интенсивное газовыделение могло динамически ускорить вращение объекта сократив период с более чем 16 часов что дополнительно подчеркивает его малую массу и низкий момент инерции отдельного внимания заслуживает тема так называемых сигналов зафиксированных во время пролетов 3i атлас вокруг которых в конце года появилась немало спекуляций речь здесь не идет ни о каких-то сообщениях или передачи информации из тетради смерти а радиоспектральных наблюдениях которые проводились вполне целенаправленно и в рамках стандартных научных программ и так несколько радиотелескопов включая южноафриканский массив миркат наблюдали комету в радиодиапазоне чтобы выяснить какие же газы после сближения с землей кроме метана она выбрасывает и как они взаимодействуют с солнечным излучением в результате были зарегистрированы характерные спектральные линии гидроксильной группы эти линии возникает тогда когда вода испаряясь с поверхности кометы разрушается под действием ультрафиолетового излучения солнца а образовавшиеся молекулярные фрагменты начинает излучать в радиодиапазоне фактически это один из основных и хорошо изученных способов дистанционного обнаружения воды в кометах важно также подчеркнуть что подобные радиосигналы давно известны и регулярно наблюдается у комет солнечной системы новизна в случае 3i атлас заключается не в самом факте обнаружение излучения а в том что она была зафиксирована у межзвездного объекта сформировавшегося совершенно другой планетной системе эти наблюдения подтвердили что физические и химические процессы происходящий при нагреве каменного вещества универсальный и не зависит от того где именно сформировалась тело вокруг нашего солнца или у другой звезды никаких узкополосных модулированных или повторяющихся сигналов которые могли бы указывать на искусственное происхождение обнаружено не было специальные анализы проведенные в том числе в рамках программы сети не выявили ни одной техносигнатуры отличающиеся от естественного радиошума или известных молекулярных линий появлявшиеся в медиа и социальных сетях утверждения о таинственных радиопосланиях или необычных энергетических всплесках при сближении кометы с землей не подтверждается не опубликованными научными данными ни отчетами наблюдательных команд все зарегистрированные сигналы укладываются в стандартную картину кометной активности интенсивное газовыделение взаимодействия выброшенных молекул с солнечным ветром и последующие излучения в различных диапазонах от оптического до рентгеновского и радио подобные процессы наблюдались у десятков комет задолго до открытия межзвездного объекта и в этом смысле 3i атлас не демонстрирует ничего принципиально аномального ну а всем кто все же нашел живой контакт с 3i атлас остается только завидовать ведь это редкая способность вести разговор в одиночку с космическим булыжником конечно хочется также тем не менее именно эти радионаблюдения имеет большие научные значения поскольку позволяют напрямую оценить содержание воды водорода и связанных с ними соединение в межзвездном теле это дает дополнительное подтверждение тому что лед и летучие вещества широко распространены в галактике а химический состав строительного материала планетных систем во многом универсален таким образом сигналы пойманные при пролете 3i атлас не является чем-то загадочным или сенсационным но они стали еще одним важным источником данных позволяющим понять из чего состоят кометы прилетающие к нам из межзвездного пространства и какие физические процессы определяют их поведение и напоследок стоит упомянуть человека который обнаружил эту комету практически случайно этот доктор лари дано участник проекта атлас который в июле 2025 года зафиксировал объект с помощью телескопа джемини норд на гавайях первый снимок датировался 1 июля изначально объект приняли за обычное околоземное тело но его гиперболическая орбита быстро показала что это третий известный межзвездный объект это наглядно демонстрирует мощь системы атлас предназначенной для постоянного сканирования неба и обнаружения движущихся объектов основная задача телескопа ранее выявление потенциально опасных астероидов и в этом смысле он играет ключевую роль в планетарной защите особый вклад лари дано связан с его программным обеспечением разработанным на основе образования в области электротехники и компьютерных наук который обрабатывает терабайты данных каждую ночь и автоматически выявляет угрозу а вот для земли или космических объектов уточнять не стали впрочем именно этот проект помог обнаружить астероид юр-4 который сначала считался потенциально опасным для земли в 2032 году так что можно распаковывать чемоданы но не торопитесь будем скоро запаковывать такова история открытия и последующих наблюдений этой кометы сейчас 3i атлас удаляется от солнца и в скором времени пройдет мимо орбиты юпитера а затем постепенно пересечет орбиту внешних планет прежде чем окончательно покинет гелиосферу и уйдет в глубокий галактический космос и мы обязательно вернемся к этой теме в ближайшие недели которые принесут еще больше данных и новых анализов до новых встреч уже в этом новом году вы же уже чувствуете как он наполняется весельем правда же и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok